В 1996 году у меня на руках был Сашка 1991 года и Ромка 1993 года. И где-то в 1998, так худо-бедно в Крыму перебивались, это самое такое лихолетие было. Когда работал, когда не было работы, и пришел момент, когда уже вообще работы не было, очередной кризис с 1998 года. И мы просто пошли в 1999 году петь в электричке, а сначала мы торговали в электричке. Потом, вроде бы, я дом продал, была квартира, раздал долги, даже начал бизнесом заниматься. Вроде денежка появилась, но там бизнесом, когда занимаешься, надо целый день быть на ногах. Утром проснулся, вечером это. Нянечка даже была, но я совершенно своих детей не видел. Я не знал, что с ними происходит. Ушел, спят, пришел, типа спят. Вроде бы для них, а детей нету. Вот нету, они меня не знают, и я их практически не знаю. И вот, и когда я узнал, был случай, когда Саша в школу был, что у него там неприятность случилась, ну, в общем, неприятность. И я узнал этот чуть ли не последний, и меня это очень сильно озадачило и расстроило. И я просто взвыл, не своим голосом, помню, шел. Господи, по-старому жить не могу, по-новому не умею, научи. Через три дня прихожу домой, Рома впустил незнакомых людей, ну, хоть они потом представили, что они друзья моих друзей. И они там песни поют, троллевали, и потом книги эти, Анастасии, подписывают. В общем, неделю они меня уговаривали, а я им говорю, ребят, знаете что, я уже этих духовных книг настолько начитался, что мне уже, ну, по барабану, то есть ничего они типа не меняют в жизни. Вот давайте песни попоем в барабанске, это хорошо. Ну, потом, в общем, каким-то образом уломали, там, 15 минут, типа, посмотри, троллевали, тыры-пыры, ну, посмотрел. Ну, вот, и после этого я уже все книги, там их было тогда, 5 вышло, на пятую презентацию мы поехали потом уже, это самое, кидал просто, вот, и шел, еще по городу летал, но год на носу еще, надо было деньги как-то зарабатывать. Вот, но я уже, это самое, ехал и читал. Мне было все равно, первая, вторая, третья, четвертая. Четвертая, правда, с Питера ехали, вот, сотворение мне показалось самая такая, не то что сложная, а такая краеугольная книга, потому что я вот первые главы, я полгода осмысливал. У меня совсем другая картинка была, школьное, сотворение, когда я вот это прочитал о Мегре, естественно, у меня это перевернуло все в голове, но переворачивалось долго, мне надо, чтобы это все уложилось в голове-то, и полгода где-то у меня это все укладывалось. Я потом перечитывал, читал, там, страницу откладывал, думал, ходил, вот эти файлы, ложные файлы у меня вот так вот, которые были впаяны меня, вот они очень медленно заменялись, но я чувствовал, что так надо. Я почувствовал, что вот это да, вот так оно должно быть, что вот это да, правда, это истина.